12 год был очень интересно во многих отношениях в двенадцатом году развязались некоторые узлы которые завязывались раньше ну и как это обычно бывает завязались те узлы которые по-видимому будут развязываться в будущем или уже начинают развязываться ну например в середине прошлого года вспыхнул скандал в ватикане и на наших глазах а этот узел развязался уходом папы и можно нужно сказать что мировая верхушка папу все-таки дожала очень интересно по этому поводу сказал один из людей в ближнем окружении обама который сказал ну вот у нас была арабская весна а теперь у нас будет ватиканская весна и это говорит о том откуда дует ветер вообще нужно сказать что конечно все разговоры о том что отста отставка папы было неожиданно и это все от лукавого это как пел гарич это рыжий все на публику на самом деле на папу давление оказывалось довольно давно он раздражал очень многих и тем что он традиционалист и не выносит слова толерантности тем что высказывался по поводу гей сообщества но самое главное конечно не в этом а в тех двух триллионах долларов которые принадлежат ватиканскому банку и которые очень и очень сейчас нужны мировой верхушке и судя по всему в решении проблем окончательном решении вопроса папы бенедикта 16 то свою роль сыграли ротшильды и рокфеллеры но такая очень важная черная метка папе была послана и именно в середине прошлого года если говорить о таких крупных международных событиях с другой стороны регулярных то конечно же нужно отметить очередной доводский форум это конец января начало февраля и заседание очередную бильдербергского клуба правда доводский форум в двенадцатом году был интереснее чем заседание бильдербергского клуба поскольку на доводском форуме очень четко прозвучала антилиберальная позиция в экономике причем прозвучала она из уст председатель доводского форума немца клауса шваба который сказал что капитализм больше не соответствует тому миру который существует вокруг нас и это лишний раз свидетельствует о том что западная верхушка взяла курс на демонтаж капитализма то есть ту институциональной системы которая обеспечивает накопление капитала и которая теперь этому накоплению мешает то есть шваб сказал то о чем давно говорил жак оттали и многие другие а вот бильдербергский клуб на котором были три представителя россии это по традиции чубайс по традиции каспаров и бывший министр иностранных дел наших игорь иванов вот он прошел совершенно спокойно без споров о сокращении мирового населения на 80 процентов как это было три года назад что вызвало скандал на самом же бильдербергском клубе впрочем когда мы говорим о бильдербергском клубе нужно помнить что это всего лишь структура согласования интересов как правило выносится некая повестка дня которую формирует вовсе не сам бильдербергский клуб и на нем она обсуждается вообще исходно бильдербергский клуб был создан для согласования и вопросов в аристократической династической среде это потом туда подтянулись буржуины а исходно это было специально для вот этой аристократической части не случайно первым куратором бильдербергского клуба был бернхард принц нидерландский это очень интересный человек во первых у нас происходит из очень старого немецкого рода который с 12 века прослеживается сам бернхард работал в разведслужбе фирмы и г фарбен индустрии это фирма концерн точнее который 20 веке сыграл такую же роль как остинская компания в 18 веке и г фарбен это матрица корпоративная для всего 20 века и по модели ее разведслужбы потом создавались разведслужбы третьего рейха так вот он работал в этих службах потом он был в сэс а после затем он женился на королеве нидерландов принцессе а потом королеве нидерландов и кстати она тоже очень интересный персонаж ее мать вильгельмина нидерландская королева а вот отец герцог герцог мекленбургский то есть это род который тоже с 12 века управлял своей территории до 1918 года то есть вот эта связь бернхарда с третьим рейхом а потом по-видимому с четвертым она сыграла большую роль в его деятельности в бильдербергском клубе но где-то с 60-х годов этот клуб теряет свой такой аристократический династический характер там появляются представители крупного капитала точнее появляются а их становится больше но в этом году бильдербергский клуб за его заседание прошло спокойно утечек никаких не было потому что при том что заседание проходит вроде бы закрытые но обязательно есть какая-то утечка в том же месяце произошла очень интересная вещь о которой много спорили 30 мая 2012 года рокфеллер и ротшильды объявили о создании общего траста в 40 миллиардов долларов но экономисты заговорили о том что они готовятся встретить мировой кризис разговоры эти странные очень потому что состояние ротшильдов зашкаливает за три триллиона долларов на один триллион долларов поменьше у рокфеллеров то есть что такое 40 миллиардов для двух этих семей это вообще просто копейки очень интересно как поделилась как поделились эти миллиарды рокфеллеры выложили 37 миллиардов ротшильды 3 миллиарда от рокфеллеров в переговорах участвовал глава клана а вот от ротшильдов участвовал человек который в семье считается в семье ну если не деревенским дурачком то изгоем и это как так снижало этот уровень но вот что интересно рокфеллеры дали больше денег а управлять будут этим трастом ротшильды на мой взгляд это классическая сказать классический пример того как в противостоянии двух этих кланов чаша весов сейчас уходит на сторону ротшильдов и вообще нужно сказать что борьба в первых 10-15 семействах мировых она никогда не заканчивается сказать трагически уничтожением физическим как это произошло с кеннеди который не относится первым 15 даже первым 100 семьям есть принцип водяного перемирия то есть эти семьи не добиваются до конца но борьба между ними ведется довольно жестокая и скажем если начале двадцатого века преимущество было у ротшильдов затем рокфеллеры фактически выиграли них две мировые войны но ротшильды готовили свой ответный удар по доллару и вот сейчас мы видим контрнаступление ротшильдов хотя как я уже сказал вот случае с устранением папы мы видим что действуя порознь они иногда действуют и вместе свое время в александр зиновьеву была такая картинка это была обложка книги зияющие высоты там две крысы однако сказать правыми лапками они душат друг друга за горло а левыми они ручкуются вот эта ситуация один к одному ситуация на ситуация в мировой верхушке и то что произошло создание вот этого траста говорит о том что на данном этапе выигрывают выигрывают ротшильды еще несколько интересных вещей произошли это целый ряд других интересных вещей ну например 31 августа ты 2012 года высокий суд в лондоне объявил свой вердикт березовский не выиграл у абрамовича и казалось бы ну сказать и и все но суд этот привел к очень серьезным последствиям которые будут ощущаться возможно не сейчас а чуть чуть попозже дело в том что оба и истец и ответчик по сути дела и березовский абрамович своими показаниями объяснили суду всему западу что практически все состояния нажитые в россии в 90-е годы они нажиты нечестно и теперь есть юридическая база под для конфискации этих состояний если в этом возникнет необходимость а то что такая необходимость возникнет это уже ясно опять же из событий 2012 года в июне в июне 2012 года был обнародован доклад borgen stanley management в котором было выдвинуто обвинение против нефтяных спекулянтов которые были названы кровососами кстати по иронии судьбы наши журналисты назвали суд березовский абрамович слушание березовский абрамович схваткой двух кровососов так вот morgan stanley management назвал нефтяник спекулянтов нефтью кровососами которых нужно конфисковать их средства поскольку они нажиты нечестно кто бы говорил но тем не менее а в октябре 12 13 октября 2012 года в токио состоялась традиционная встреча всемирный банк международный валютный фонд и кристина лагард сказала следующее что в среднем долг государственный долг промышленно развитых стран составляет 110 процентов по отношению к ввп и далее она сказала что это показатель военного времени она не имела ввиду что вот-вот начнется война она имела вещь значительно более коварную для мировой верхушки этим она хотела сказать следующее что пришло время конфисковывать молодые деньги которые были нажиты путем спекуляции и дальше она сказала это открытым текстом кто должен быть объектом конфискации банкиры олигархи нечестные госбюрократы из различных стран которые нажили средства вот эти молодые деньги на нечестным путем естественно не лагард говорить такие вещи по поводу нечестных денег она прекрасно знает как устроен этот мир но встал вопрос о том кто кого и ясно совершенно что раскурочивать будут именно молодые деньги а не старые и дальше произошло очень интересное событие за какую-то сказать такую с точки зрения мировой олигархии пустяшную провинность был оштрафован на 340 миллионов долларов банк барухов стендарт чартер бэнк это банк банков он был создан в 1613 году банк не самый крупный но это самый старый самый уважаемый банк более того в иерархии банков он занимает первое место и если смотреть иерархическую таблицу банков то его никогда в этой таблице не будет он не фиксируется тем самым отмечается его абсолютно особое уникальное положение то есть это как бы одна лига из этого банка и этот вопрос даже не обсуждается а потом есть остальные остальные 50 так вот без согласия барухов никто бы сумма правда ничтожная 340 миллионов долларов это даже не миллиард но это символическая сумма если вы барухи сами не разрешили оштрафовать себя их бы не оштрафовали что показывает эта акция на что она указывает она указывает на то что все ходим под богом и если уж барухов оштрафовали то уж остальные все пойдут вместе все всем бутером и в этом отношении это черная метка практически всем кстати на эту черную метку даже сказать предвосхищая ее отреагировали владельцы молодых денег например билл гейтс воррен баффет объявили что большую часть своего состояния они не оставят наследникам они передадут их фонд на общественные нужды то есть они сдают их в некий общак а кстати у нас есть олигарх который уже высказался таким же образом это потанин то есть тем самым эти люди покупают себе место среди тех кого не будут раскурочивать то есть я лучше сам сдам в общак деньги вот это очень напоминает ситуацию когда воры в законе у нас в 70 годы бомбили цеховиков и цеховики от них откупались но теперь это вот сказать все происходит на уровне мировом где представители старых денег оттягивают кризис тем что раскурочивают молодые деньги насколько далеко зайдет этот процесс сказать очень трудно но тем не менее процесс этот идет он развивается я думаю что мы увидим еще очень много интересных вещей грядет суд дерипаска против чернова ливаев против гайдамака и прочие схватки скелетов над пропастьями я думаю что мы много интересного услышим но уже не качественно интересного а количественного еще одна интересная вещь в судебных инстанциях мировых это поданный тоже в августе если не ошибаюсь двенадцатого года иск на президента руанда кагаме за события 1994 года это резня хуту тутси вообще нужно сказать что власти руанда пытались несколько раз подавать этот суд но западное государство прежде всего франции его блокировали и вдруг сейчас разрешили в чем дело и что это вообще за история потому что ну знают что там погибло около одного миллиона человек в самой руанде это общение 850 900 тысяч вокруг соседних государств примерно столько же то есть два миллиона человек было вырезано за очень небольшой срок никто не кричит тем не менее о холокосте никто не рвет на себе тельник и не призывает более того блокировались попытки разбираться в этом вопросе и вдруг в этом вопросе начали разбираться сейчас трудно еще сказать про все подводные течения этого процесса но кое-что уже можно сказать дело в том что те люди которые сейчас находятся в розыске за события 94 года а это как ни странно бывшие украинские наемники и французские наемники которые активно участвовали в этих событиях как вот они прямо говорят что в принципе так называемое мировое сообщество то есть мировая олигархия они могли предотвратить резню в этой африканской стране но оновский гарнизон получил приказ не сказать двигаться и приказ от пришел одновременно из парижа и из там был еще французский контингент и из нью-йорка то есть выражаясь таким простым языком мировые структуры управления и согласования дали отмашку не вмешиваться то есть мысл такой ребята режьте друг друга и одним из тех людей которые скажем заблокировал действия французов был президент франции метран но его теперь не достанешь он умер а вот примерно три десятка представителей мировой элиты из разных стран они в связи с этим разбирательством о деле 94 года они могут оказаться под серьезными обвинениями и это лишний раз говорит о том конечно же дело не в хуто и тут все хуто и тут все не евреи и арабы и к ним относятся сказать мировое сообщество очень спокойно но на этом суде можно вытащить некие фигуры из разных мировых кланов и все это означает что борьба в мировой верхушке идет очень нешуточные ставки очень высоки и это еще одно подтверждение того тезиса что мир движется очень серьезным конфликтом и эти конфликты развиваются на всех уровнях и что не характерно было для конца двадцатого века они приняли очень острую форму именно в борьбе верхушек но понятно что затормозил этот процесс конце двадцатого века делили советский пирог вытащили за 90-е годы по разным оценкам от одного триллиона долларов до двух триллионов долларов из бывшего социалистического лагеря проедали их 10 лет а вот теперь искать все все проедено значит нужно действовать по-другому мне когда смотрю на внешнюю ситуацию в верху мировой пирамиды я вспоминаю строки замечательного нашего поэта заболоцкого траву ел жук жука клевала птица хорек пил мозг из птичьей головы и страхом перекошенные лица лесных существ смотрели из травы лесные существа это вот такое нижнее мировое сообщество низенько низенько которые смотрят как вот эти вот гиганты схватываются друг с другом если говорить еще о событиях важных двенадцатого года то и было одно событие которое у нас практически прошло незамеченным но которое в вместе с некоторыми событиями с изменениями в американском истеблишменте в конце двенадцатого года очень интересно в апреле 2012 года в соединенных штатах была создана новая служба военная которая будет заниматься тем чем занималась раньше цару то есть это сбор информации вне зоны боевых действий но занимаясь тем чем занималась цару эта структура при министерстве обороны будет подчиняться только министерству обороны там примерно такой же персонал будет как в цру и спрашивается а зачем еще одна дублирующая структура то есть чем они будут заниматься это сбор информации по африке и арабскому миру это экономическая модернизация кнр ядерное оружие кореи и одна очень важная вещь разработка моделей создания партизанских партизанских движений в разных частях мира это очень интересная вещь разные части мира могут быть то есть создается партизанское движение которое действует против законной власти обычно раньше это были наоборот левые теперь официальная структура будет заниматься будет заниматься тем же с точки зрения такой политической это означает что министерство обороны сша начинает заниматься и политической деятельностью тоже потому что в принципе у военного ведомства сша была своя разведка румал разведное управление министерство обороны и теперь появляется еще одна служба дублирующие цру то есть цру как бы отодвигается нужно знать что цру создавалась исходно в конце 40-х годов серьезными интеллектуальными силами соединенных штатов чем там было очень много выходцев из ельского университета ельский университет это вотчина закрытой структуры череп и кости это так называемый ельские иллюминаты и если посмотреть на конец 2012 года то уход петреуса это человек бушей буши это гельские иллюминаты и хотя счета клинтонов не жестко связано она сказать противостояла бушам но у них тоже есть завязки с этим обществом то есть второй план всех этих изменений можно предположить у нас нет прямых доказательств но по совокупности косвенных можно предположить что происходит отодвигание ельских иллюминатов от важных рычагов власти и если уж мы говори заговорили о гражданке клинтон которая покинула свой пост очень интересно посмотреть кто пришел на смену смотрите кто пришел керри это очень интересный персонаж по своему бэкграунду очень интересный значит фамилия керри это название шотландской деревне куда приехали еврейские предки керри по отцовской линии но значительно более интересные его предки по материнской линии это forbes это семейство форбсов его бабушка по фамилии уинтроп по этой линии керри родственник нескольких монарших фамилий европы и родственник буша то есть это означает что он происходит в дель мазавоевателя мало того керри является родственником не только нескольких монарших семей европы но и ближнего востока и это означает что на ближнем востоке с ним будут разговаривать совсем по-другому чем с гражданкой Клинтон. Кроме того, сам Келли окончил несколько престижных учебных заведений, причем, учаясь в одном из них, он сблизился с семьей Кеннеди и участвовал с этим англо-ирландским кланом, и участвовал в предвыборных кампаниях Джона Кеннеди, потом Теда Кеннеди, Эдварда Кеннеди. Затем он ушел в Йейл, где вступил в общество Череп и Кости, и у него были контакты с Бушами. То есть, этот человек, который вовлечен сразу в несколько закрытых структур, это родственник очень-очень многих людей, да, и еще очень интересная вещь, он ветеран Вьетнамской войны, но он и противник Вьетнамской войны, то есть, и по этой линии он приемлем для многих. За время последнего, так сказать, сирийского конфликта он встречался пять раз с Асадом, то есть, он человек, который может играть на разных площадках. Его приход, конечно, не назовешь таким очень безоблачным, потому что уходу Клинтон предшествовало убийство посла в Ливии Стивенса, и, в общем-то, эта акция была серьезным ударом по Клинтону, потому что ей пришлось взять на себя ответственность. Ну, это лишний раз говоря о том, что политика и мировая политика – это грязь, грязь и еще раз грязь. И очень часто в ней происходят ситуации по принципу «бей своих, чужие бояться будут». Иными словами, то, что происходило в прошлом году, вот есть такая игра, японская ГО, где выставляются, так сказать, камни на стратегически важные позиции. Вот, по моему мнению, 2012 год – это процесс подготовки неких очень важных событий на будущее. И нужно сказать, что прослеживается очень четкая логика в действиях мировой верхушки, хотя не всегда все получается. Вот в Сирии не получилось. В Сирии Запад зашел, безусловно, в тупик, и стратегия Асада оказалась значительно более правильной, чем стратегия Каддафи. Каддафи полагал, что если он дает деньги взаймы западным государствам, то ему будет за это респект, почет, уважение. Ему бы знать нашу практику начала 90-х, где взаимодавцев убивали первыми. Кроме того, по-видимому, Каддафи надеялся на свой особый статус мага пустыни в закрытых Средиземноморских обществах. Этого оказалось мало. Асад пошел по другому пути. По самому простому, если не сказать тупому, но абсолютно правильному – крепить боевую мощь. И оказалось, что сирийская армия не по зубам оппозиционерам, повстанцам, которых свозят из разных стран. И как мне рассказывали, когда захватили одного из пленных из армии так называемых оппозиционеров, оказалось, что это афганец, который думал, что он воюет против Израиля на стороне палестинцев в этой стране. Ну, естественно, человек не знает ни языка, вроде бы, некая восточная реальность. Это, конечно, курьез. Но, если говорить о серьезных вещах, то вот сейчас, когда, я думаю, оппозиционерам не удастся додавить Сирию, и перед западными хозяинами станет вопрос, а куда девать этих людей? Там около 40 тысяч жестких таких боевиков, помимо еще всякой шантропы, но 30-40 тысяч их куда-то нужно девать. И как знать, не попробуют ли они их пересадить к нам, например, на Кавказ. По крайней мере, куда-то этих ребят нужно будет девать. Правда, есть разные точки. Мали, например. Но это уже вопрос вот этого года и, по-видимому, следующего. Иными словами, 2012 год не привел к каким-то кардинальным сдвигам. Я беру только мировую ситуацию. Я не разбираю наши дела. Но, тем не менее, выстраиваются некие комбинации. И, в общем, понятно, как события будут развиваться дальше. По крайней мере, понятно было по скандалу середины года в Ватикане, что папе осталось очень-очень недолго. Кстати, примерно год назад кто-то из кардиналов, не из команды папы, сказал фразу «папе осталось жить год». Ну, вроде сказано было в полушутку. Но если учесть, что в 20 веке два римских папы, Пий XI и Иоанн Павел II, ушли на тот свет при странных обстоятельствах, причем Пий XI, это 1939 год, он должен был на следующий день выступать с антифашистской речью. И он умирает. Подозрение пало на человека по фамилии Питаччи. Кстати, это был доктор, один из главных врачей Ватикана. И это, кстати, отец Клары Питаччи, любовница Муссолини, которая, так сказать, его не покинула Муссолини и была убита вместе с ним. Ну, подозревалось, что он сделал инъекцию папе. Ну, а папа Иоанн Павел I, он просто занялся расследованием финансовых злоупотреблений и ушел на тот свет. Я думаю, что папе Бенедикту XVI было сделано предложение в виде намека или, так сказать, прямо, и он от него не смог отказаться, потому что, повторяю, на кону 2 триллиона долларов и за меньшей суммы людей отправляли на тот свет. И вот эта фраза самостоянно о том, что нас ждет Ватиканская весна, она очень-очень показательна. Редактор субтитров А.Семкин